Здравствуйте, ребята! Начинаем наш урок по истории Казахстана. Тема «Развитие культуры в XIX веке». «Считают, что успех приходит к тем, кто рано встает». Нет, успех приходит к тем, кто встает в хорошем настроении, так заметил французский кинорежиссер Марсель Ашар. Я надеюсь, что вы тоже все сегодня в хорошем настроении. Цель нашего обучения – определять ценность и значимость обычаев и традиций казахского народа. Мы часто упоминаем слово «культура», но дать определение этому слову довольно-таки сложно, потому что в понятие «культура» входит и воспитание, образование, развитие, понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях человеческой жизнедеятельности. «Культура является предметом изучения философии, культурологии, истории, искусствознания, лингвистики, политологии, этнологии, психологии, экономики, педагогики и другого. Источником происхождения культуры мыслится человеческая деятельность, познание и творчество». А сейчас я предлагаю вашему вниманию несколько цитат, над которыми вы должны подумать. Это цитаты известных писателей и политических деятелей. «Сердце, воображение и разум – вот та среда, где зарождается то, что мы называем культурой». Константин Паустовский. «Когда погибает культура, погибает и народ», заметил Фазиль Искандер. «Высота культуры всегда стоит в прямой зависимости от любви к труду». Максим Горький. «Культура – это то, что остаётся, когда всё остальное забыто». Эдуард Эрьео. Сейчас вы просмотрите небольшой видеоролик и определите тему нашего сегодняшнего урока. Культура, как уже было сказано, понятие «ёмкое», имеющее много направлений. О чём конкретно пойдёт речь сегодня на уроке? Смотрим. Традиции и язык – самое ценное, что есть у народа. Традиции определяют национальность. У казахов сохранилось множество традиций и обрядов, которые необходимо оберегать и хранить. В этом сборнике мы приводим лишь несколько. Тусалки сер. Разрезание пуд. Эта церемония проводится, когда малыш делает первые шаги. Его ножки обвязывают тонким пёстрым шнурком, разрезать который доверяет опытному многодетному человеку. Обряд сопровождается песнями и пожеланиями, чтобы ребёнок твёрдо стоял на ногах, уверенно шёл по жизни. Церемония продолжается пиром. В старину после тусалки сер ребёнку дарили коня и седло. Пёстрый шнурок обозначает, что в жизни бывают не только белые, но и чёрные полосы. Будущий джигит должен уметь преодолевать трудности. Ашамайга – милюрок. Этот торжественный обряд с огромным воспитательным значением сильно влияет на развитие детей. Маленькому джигиту 6-7 лет дарят коня. Торжественно вкладывают в руки камчу и оседлав укращённого коня, сажают ребёнка, объясняя ему, что он стал джигитом. Ашамайга – миньезу – один из верных методов воспитания и национальная особенность нашего народа. В такой торжественный момент дедушка-ребёнка благословляет своего внука, а бабушка с радостью осыпает шашу. Дети по-своему устраивают бойбу, затем взрослые организуют небольшой торм. Алтыбакан – национальная игра, развлечение молодёжи. Вечером вся молодёжь аула, джигиты и девушки за аулом сооружают Алтыбакан – качели. Алты-6, Бакан – шест. Игра имеет огромное значение в познании искусства, взглядов молодёжи, их взаимоотношениях. На разные увеселения молодёжи родители смотрят с негодованием, а на Алтыбакан не имеют права не отпускать, особенно девушек. Здесь молодёжь поёт песни, играет в различные игры, и это веселье продолжается до полуночи. Алтыбакан – своеобразный развлекательный досуг. Бес-Жаксай. Пять ценных вещей. Как звучит и в названии данной традиции, Бес-Жаксы дарили самым уважаемым баем и мырзам, бакырам, биям, почитаемым людям в знак подчёта, уважения, дружбы. Между сватами Бес-Жаксы дарили вместо колыма – киита. Бес-Жаксы – знак самого высокого почитания, уважения. К Бес-Жаксы относятся верблюд, коронат, быстроногий скакун, джирык-ад, дорогой ковёр персидский, кавыки-лем, алмазная сабля, алмаз-калашки, соболья-шуба, булкан-ишек. Между сватами одна из вещей заменяется в саукеле, вышитым драгоценными камнями и украшениями. Головной уборный весты. Эта традиция определяет такие качества, как богатство, а также и возвышает честь двух сторон. Одна вещь Бес-Жаксы оценивается в 4-5 лошадей. Жоктау. Самый печальный обычай – плач-песня об умершем. Как известно, плач-слёзы облегчает человеческое горе. С плачем песни казахи провожают в последний путь усопшего. В Жоктау поётся о неописуемом горе, о постигшей беде, о невосполнимой утрате, вспоминаются добрые дела умершего. Жоктау сочиняли Акыны или Мать – сёстры умершего. Жоктау – не религиозная, а национальная ритуальная традиция, которая учит ценить человека и помнить о нём. Жоктау продолжается в течение года. Плач-песня поётся трагическим голосом от всего сердца и от всей души. В устном народном творчестве, а теперь и в письменном, есть немало образцов Жоктау. Добрые слова, похвала, рассказ о жизненном пути умершего. Всё это в Жоктау складывается в красивые и умело сложенные стихи. Жоктау пели жена, сёстры, дочери и другие близкие покойного женщины. По обряду, женщины, которые поют Жоктау, в течение трёх дней не готовят еду. Данный обряд указывает на высокую культуру, приличие. Каждый уважающий себя гражданин просто обязан передавать подрастающему поколению наследие своего народа во всей его значимости. Итак, всё верно. Сегодня мы будем говорить о традициях и обычаях казахского народа. В 2010 году Республика Казахстан являлась председателем в организации ОБСЕ. Не зря девизом этой организации являлось 4Т, одним из которых является традиция. Траст – доверие, традиция, традиция, прозрачность, открытость и толеранс – терпимость. Бата. Благословление перед дальней дорогой, испытаниями, благодарность за угощение, гостеприимство и доброту. Особый вид поэтического творчества. Благословление произносят обыкновенно старшие по возрасту аксакалы. Кориндык. Подарок, который полагается давать за увиденных впервые молодую невестку, новорожденного. Кориндык от слова «кору» – смотреть, видеть. Кориндык служит для выражения добрых намерений родственников и близких. Соньше. Обычай, согласно которому путник, принёсший в дом добрую весть в благодарность, получает от хозяев ценный подарок. Байгазе. Традиция, предусматривающая возможность получения подарка человекам, приобретшим обновку. Ат Менгазеп Шапан. Высокий почёт. Согласно традиции, дорогой гость, посетивший аул в знак признания заслуг, получает в подарок от местных жителей коня и дорогой чапан, халат из верблюжьей шерсти с ситцевой подкладкой. Бес Жаксы. Подарок для уважаемого человека, состоящий из пяти ценных вещей. Верблюд – коронар. Бастоногий скакун – жуирык ад. Дорогой ковёр – калыкелем. Алмазная сабля – алмаз-клыж. А также соболья шуба – булгын и шик. Жилу. Традиция, связанная с оказанием материальной, моральной и финансовой помощи людям, пострадавшим в результате стихийных бедствий. Бель-коттерер. Традиция угощать пожилых людей. Для стариков готовятся вкусные, а самое главное – мягкие блюда, такие как козы, жент, кумыс, творог и так далее. Традиция бель-коттерер является примером заботы о пожилых людях. Куанагасы – обычаи, связанные с угощением гостя. Казахский народ издревле славился своим гостеприимством. Пришедших гостей всегда было принято угощать самыми лучшими блюдами. Кудалык. Сватовство. В преддверии бракосочетания в дом невесты приезжают сваты. Их задача – договориться с ближайшими родственниками девушки о ее замужестве. В ходе сватовства отец невесты получает от гостей подарки, являющиеся своеобразным задатком. Келин-тё-серу. Невесту традиционно не подвозили к порогу, а оставляли на некотором расстоянии от аула вместе с Жанге. Девушки выходили навстречу невесте и, не открывая лица, вводили в дом и сажали за ширму с другими девушками. Встречающих осыпали шашу конфетами, баурсаками и монетами. Саокилеки-гезу. Традиция – особо торжественный обряд для невесты, когда на ее голову одевали свадебный головной уборца у келе с особым покрывалом – жилек. Саокиле – не только самая дорогая часть убранства невесты, он также служил символом начала новой жизни, памятью о прежней беззаботной жизни девушки. Беташар. Обряд открытия лица невесты. Традиционно проводимый на казахской свадьбе. Обряд проходил под песню, которая так и называется «Беташар». Певец-импровизатор, характеризуя в стихах почтенных родственников, призывал невесту поклониться каждому, и в ответ на это близкие родственники мужа дарили подарки. Песня заканчивается наставлениями, пожеланиями, советами. Кэс-узатун – проводы невесты. Вечером перед началом церемонии в дом девушки вновь приезжали сваты. Количество визитёров не должно быть чётным – 5-7 человек. Рано утром невесту вместе со сватами отправляют в дом жениха. Процедура прощания сопровождается исполнением казахской ритуальной песни «Жар-жар». Никек-и-ю – венчание по мусульманской религии. Жених с невестой садятся перед мулой, у которого в руках пиала с водой и серебряными монетами. Мула читает молитву три раза, и после каждой молитвы жених с невестой должны отпить из пиалы воду в одном и том же месте. После этого пиала передаётся присутствующим, которые пьют воду и берут из пиалы чайной ложечкой монеты. Этот обряд проходит в мечети. Ерулик Если в аул прибыли новосёлы, в их честь устраивали Ерулик небольшой праздник, позволявший прибывшим быстрее адаптироваться на новом месте. Также обычай Ерулик включал в себя и помощь в бытовом обустройстве новичков. Шельдихана Торжество, связанное с рождением ребёнка. Проведение Шельдиханы связывали с поверьем, согласно которому в три первые ночи духи могут похитить новорожденного, подменить его. Шумное веселье молодёжи должно было отпугнуть их. Есим Кою Обряд имя-наречение Исполнение обряда поручают наиболее уважаемым людям, которые, кроме всего прочего, благословляют младенца. Бесике Салу Праздник, устраиваемый после укладки новорожденного в люльку. Как правило, организуется на третий-пятый день после отпадания пуповины у малыша. Кыркенан Шагару Обряд, исполняемый на сороковой день после рождения ребёнка. Включает в себя купание младенца в сороках ложках воды, а также первую стрижку волос и ногтей. Тусау Кисер По казахскому обычаю, в день, когда ребёнок сделал свои первые шаги, в юрту приглашался самый старый и уважаемый в ауле человек. Он должен был перерезать ножом специальные верёвки, опутывающие ножки ребёнка, разрезание пут. Делалось это для того, чтобы в будущем малыш мог красиво ходить и быстро бегать. Сундитке Атыргызун Обряд обрезания Обряд проводится, когда ребёнку исполняется 5-7 лет. В этот день родители зовут в юрту Мулу, который проводит данную процедуру. По случаю с Сундитке Атыргызу организуется большой праздник. Пришедший на той делает щедрые подарки виновнику торжества и его родителям. Итак, ребята, я думаю, вы узнали много нового и, надеюсь, интересного для вас из данной презентации. А теперь задание. Запишите в тетрадь те обычаи и традиции, о которых вы ранее ничего не знали и не слышали. Запишите и коротко опишите их. Задание второе. Заполните таблицу обычаи и традиции казахского народа, распределив их по направлениям, цифрами. Следующее направление. Уважение, благодарность и гостеприимство, свадебные и связанные с рождением ребенка. В каждой колонке у вас должно быть по 4 обычаи или традиции, равное количество. Итак, желаю вам успеха при выполнении задания. И последнее на сегодня. Это домашнее задание. Посмотрите под данным ссылком видео. Напишите эссе «Значение обычаев и традиции в жизни казахского народа». Дескрипторы. Количество предложений в вашем эссе не должно быть менее 5-6. В эссе должны упоминаться такие понятия, как гостеприимство, уважение, поколение, воспитание, ценность, молодежь. И в конце эссе вы должны обязательно определить свое отношение к данной теме. Желаю успеха при выполнении домашнего задания. Жду ваших ответов. До новых встреч.